Всем привет! Меня зовут Карина и добро пожаловать на курс CCNA-1. И сегодня у нас будет первый Packet Tracer 1.5.7. Давайте приступим. Для того, чтобы начать делать это задание, нам нужно скачать PDF-файл. Для этого нажимаем по вот этой кнопке. Скачивание начинается. Оно будет очень быстро. Открываем наш Packet Tracer и ждем, пока он запустится. Он может либо открыться сразу, либо попросить ввести вас в вашу электронную почту, которая привязана к Netacad и пароль тоже от Netacad. Вот у меня он открылся сразу. И давайте приступим к выполнению. Для начала нужно заполнить User Profile. Если его нет сверху, мы просто нажимаем на значок Packet Tracer и выбираем наш User Profile. Он вот здесь. Нажимаем ОК и Да. В нем нужно ввести ваше имя, мейл и группу. Вот. Вот наше задание. Давайте разместим его где-то вот так. И будем смотреть, что нам нужно сделать и выполнять. В этом задании у нас нет оценки. То есть это задание, чтобы просто посмотреть, как будет работать Packet Tracer, какие компоненты у нас здесь есть и так дальше. А в дальнейшем у нас будет вот здесь написана оценка и указано на сколько процентов вы выполнили задание. Давайте приступим. Что нам нужно сделать? Нам нужно посмотреть на типичные компоненты сети, которые есть в Packet Tracer. Вот у нас есть собранная сеть, где вы можете видеть эти компоненты, которые уже собраны у нас на листе. Также в нижнем левом углу у нас есть вот такой вот блок, где есть разные типы компонентов, которые ассортированы по разным папкам, вкладкам. У нас есть компоненты сетевые. Это разные роутеры, свечи, хабы, беспроводные роутеры и разные коммуникаторы и так дальше. Также у нас есть конечные устройства. Это, например, компьютеры, ноутбуки, серверы, принтеры и так дальше. Это все устройства, которым у нас идет только одно соединение. Вот конечное устройство, вот, вот, вот. Все устройства, которым у нас идет только один кабель, это конечное устройство. Также у нас есть разные компоненты. Также прошу обратить внимание на вкладку Connections. Это ярко-красно-желтые молнии. Здесь у нас представлены все типы кабелей, которые мы будем использовать в дальнейших наших заданиях. Давайте посмотрим, какие у нас здесь есть. Это автоматический выбор кабеля, но обычно мы его не используем и выбираем сами вручную. Есть консольный кабель, с помощью него мы сможем настраивать определенные устройства. Например, мы можем подключиться к R2, выбрать консольный порт и подключиться к какому-то с компьютером, допустим на PC4 и подключиться к RS-232. И теперь открыв компьютер, десктоп, терминал, мы сможем работать уже с этим устройством. Дальше у нас есть черная полосочка. Это тип кабеля Cooper's Threat Show. Это тип этой пары, который используется для локальной сети. Вот мы можем видеть локальную сеть. И тут у нас все устройства соединены вот этим кабелем. Чаще всего им соединяют роутеры или свечи к конечным устройствам. Дальше у нас есть кроссовер. Это тип SR-нет кабеля, который используется непосредственно для соединения конечных устройств. У нас в сети его нету, но в дальнейшем вы будете часто встречать. Что тут у нас еще есть? У нас есть Fiber. Это оптоволоконный кабель. Также у нас есть кабель для IP-телефонии. Он подписан как фон. Также что у нас есть? У нас есть коаксиальный кабель. Он используется для радиочастотных сигналов. Также у нас есть два вида сериальных. Это DSE и DTE. По сути это один и тот же кабель, который нужен для подключения к WAN, то есть к глобальной сети. Вот вы можете видеть красные вот эти соединения. Это как раз вот эти сериал кабеля. Также у нас есть Octal кабель, IOT и USB. Они у нас не будут использоваться в нашем сессинее, но также они здесь представлены, что тоже довольно-таки прикольно. Давайте продолжим. Нам нужно посмотреть на нашу сеть и сказать, сколько всего у нас есть устройств. И перечислите их названия. Как я и говорила, роутеры, свечи, хабы, беспроводные устройства, WAN-эмуляторы и так дальше. Также, что у нас спрашивают? Без входа в облако, вот оно. Нам нужно посчитать, сколько всего у нас устройств есть в сети. Если вы все пересчитаете, то их будет 13 штук. Также, без учета двух облак, нужно сказать, сколько иконок в топологии у нас представлено в виде девайсов. Всего их 11. Также, посмотрим, что у нас дальше. Спрашивают, как много типов Media Connections используется для этой сети. Всего у нас 4 типа таких соединений. Можете внимательно посмотреть. Думаю, здесь тоже как бы все понятно. Дальше. В нашем пакетрейсере мы можем использовать компьютеры только как конечные устройства, то есть они не могут быть серверами. И у нас отдельные серверы, которые только серверы и не могут быть обычными устройствами. Вам нужно будет, по сути, почитать учебник и подумать, чем отличаются устройства клиенты и устройства сервера. И почему идет такое разделение. Тут у нас будут несколько вопросов. Вам нужно будет подумать и ответить. Также у нас есть шаг 3. Тут у нас будет отличие между LAN и LAN. По сути, LAN это локальная сеть, которая соединяет все устройства на локальной небольшой географической области. Например, это школы, офисы, домашние какие-то, например, дом один, либо одна квартира. Также есть WAN. Это большая сеть, которая распространяется на большую территорию. Например, область, страна и так дальше. Также у вас будут здесь несколько вопросов. Например, как много локальных сетей вы тут видите. У нас их всего 3. И вот еще несколько вопросов. Все, что нужно будет сделать, это внимательно перечитать все вопросы. Ответить на вопросы, которые я вам не подсказывала. Все вопросы нужно отвечать в PDF-файлике. А на этом, думаю, все. Всем пока. Продолжение следует...